Звёздная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Радио ВОЗ. Сегодня в программе «Звёздная гостиная» необычные, очень необычные, но очень дорогие гости из Дагестана, так как в этом году всё прогрессивное человечество, весь мир отмечает столетие со дня рождения великого поэта, человека планеты Расула Гамзатовича Гамзатова. И с нами на связи из Дагестана, из древнего Хунзаха, откуда родом великий поэт, начальник управления образования Патимат Хадисовна Гамзатова. Здравствуйте, Патимат Хадисовна. Здравствуйте. И начальник управления культуры Хунзахского района Джавгарат Абдурахмановна Кайтмазова. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Вы знаете, мне посчастливилось побывать в древнем Хунзахе, в этом необыкновенном краю, где горы дышат свободой и где всегда небо близко, солнце близко, где всегда вот необыкновенная атмосфера, где родился великий поэт. Мне бы хотелось, чтобы сейчас начнем с Патимат Хадисовны, чтобы вы рассказали, как сегодня идет подготовка в школах, в районе к празднованию этого великого дня. Подготовка к столетию Расула Гамзатова идет, так скажем, очень ответственно, насыщенно. Все еще в течение уже начала учебного года дети флота дошкольных образовательных учреждений, все готовятся и к конкурсах, учат стихотворения. В имени Расула Гамзатова строится новая школа, вот 1 сентября будет открытие этой школы. Мемориальный комплекс уже почти, можно сказать, 9 числу будет уже готов. Помимо этого, очень много мероприятий планируется, но насчет мероприятий Джава Горад подробно скажет и лучше эти мероприятия. Тогда мы передадим слово Джава Гораду. Да, Виктор, мы всем районам, все жители и муниципальные служащие, и работники различных учреждений, мы с самого начала года готовимся к юбилею, к празднованию столетия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Это тот случай, когда после своего физического существования человек, конечно, продолжает свою духовную миссию. Он своим одним именем нам, потомкам, оставил столько благ. Именно ради его имени у нас реконструируются здания, у нас делаются дороги, у нас реконструируется также один из самых больших мемориалов Республики Дагестан. Мемориальный комплекс «Белые журавли». И все благодаря, конечно, этому величайшему поэту. Что касается мероприятий, да, у нас 4 февраля было очень красивое, очень зрелищное открытие года Расула на Мучокском озере. И вот основным лейтмотивом, скажем так, в нашей концепции празднования юбилея Расула стояла красная нитью такая тема, что он всю жизнь воспевал родной край, природные достопримечательности своего родного края, да, и малой родины, и большой родины. Поэтому у нас на разных локациях проходят различные мероприятия, посвященные именно, значит, столетию Расула Гамзатова. И вот одно из первых и основных мероприятий было на Мучокском озере. Недавно вот у нас было мероприятие «Фестиваль песни и танца моего народа на Матласе». Это тоже очень привлекательная туристическая локация. На других, значит, природных памятиках тоже они проходят. Но вот основное мероприятие, мы сейчас очень насыщенно готовимся, торжественное, иммерсивное представление театрализованное пройдет, значит, в самом родовом силе поэта, в ЦАДА, на мемориальном комплексе «Белые журавли» на основной площадке. Джавгарат Абудрахманов, я сейчас на минуточку вас прерву. Давайте, вот мы разоговорили о мемориальном комплексе «Журавли». Давайте послушаем на аварском языке, на языке поэта, как звучит эта песня, потому что все мы знаем ее, на русском уже слышали. А сейчас кто это будет петь? Объявите, пожалуйста. Песню будет петь народная артистка Республики Дагестан Зайдна Махаева. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин. Играет музыка. 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 Играет музыка.